Всем привет! Помните, я вам говорил, что мне интересно будет сделать пару разборов работы серии «Было-стало». В качестве «было» я взял одну из ваших предыдущих работ, в качестве «стало» сделал свою, это потребовало у меня примерно 20-25 минут. И на основе результата я буду рассказывать про изменения. Вообще, честно говоря, меня прямо вставляет упорядочивать содержимое, если я вижу какие-то недостатки, чем я, собственно, и занялся на досуге. И снимаю для вас вот этот видос. Короче, что было? Ну, был вот этот мужик, который делит экран на две части, да, особенно это усиливается вот этим фоном. Почему он делит? Потому что формат горизонтальный, а мужик вертикальный, и он как бы собой представляет линию вертикальную, которая тупо делит формат. Это не очень удобно, потому что вот это пространство не очень функционально становится. Вот, потом шрифт, который не очень сбалансирован, это Century Gothic. Вот, Century Gothic — это такой устаревший шрифт, не очень хороший, потому что плохо откернены буквы, да, например, А, Л близко друг к другу, Л и Я далеко, поэтому мне захотелось изменить шрифт. Но вот здесь проблема с отступами. Вот, потом здесь странный разделитель, да, который не имеет смысла. По сути, да, является неким костылем, который отделяет верхний экран от нижнего. Вот, мои работы — это очень базовая такая композиция, она невыразительная. Когда вы демонстрируете работу, работы должно быть много, да, это же полезное действие, поэтому я решил здесь увеличить. Короче, что было сделано в итоге, переделано, да. Значит, здесь еще были разные шрифты. Вот этот шрифт верхний — это Century Gothic, вот этот нижний — это робота. Короче, первое, с чего я начал, я увеличил фотку чувака, вот. Пофигу, что я обрезал компьютер, здесь, в принципе, не суть, важно то, что он его держит, важно то, что чувак прикольный. Вот, естественно, нужно найти фотку покачественней, да, и обтравить ее в Photoshop получше. Я просто изменил размер для вас, чтобы показать, как это может быть. Вот, потом я взял и поменял шрифт с Century Gothic на Monserat, который является более сбалансированным, да, если вы посмотрите, как от кернины буквы, здесь все прям шикарно, ну, шикарно визуально, да, воспринимается. Вот, потом я сделал здесь шрифт, короче, все шрифты я сделал Monserat, вот. Единственное, что здесь я не заметил, у меня Medium стоит, я поменяю, наверное, на Regular. Ну, значит, не для того, чтобы было все в общем стиле, либо на самом деле можно вот это вот и вот эту надпись поменять на Medium. Ну, вот так как-то, мне кажется, поконтрастнее, да, будет. Вот, значит, дальше видно, да, отличия. Был такой шрифт, стал такой шрифт. Здесь было две строки, стала одна строка. Почему? Потому что просто, как бы, можно вычитать и убрать, убрать лишние слова, оставить тот же смысл, потому что смысл здесь, я ставил сайт адаптивно под мобильное устройство, кросс-браузер, ну, все. Вот, напишите мне смотреть резюме, я, получается, поменял шрифт и сделал правильный отступ, слева-справа, делал все на глаз, вот. Вот, потом, дальше, какое целевое действие? Ну, тут, на самом деле, дохрена целевых действий, напиши мне смотреть резюме и смотреть портфолио. Ну, допустим, это все, что нужно заказчику. Я добавил сюда смотреть портфолио для того, чтобы заказчик дальше проскроллил, да, потому что он должен понимать, что дальше. Здесь-то нету, как бы, даже скролла, да, и заказчик не подозревает, чего его ожидает дальше, если он проскроллит вниз. Вот, получился вот такой вот главный экран. Получается, больше фокуса на чувака. Чувак уже организмно вписывается в этот горизонтальный формат, он его не делит напополам, вот, потому что он стал из вертикального формата квадратным форматом. Вот, и потом здесь я говорил о том, что стоит увеличить, больше дать внимания на работу. Здесь, короче, такие рандомные примеры были вставлены, вот, не очень относятся к верстке, поэтому я решил найти пример, который относится к фронт-энду и вставить его. Я нашел его на Dribble, это просто картинка, чья-то это не его работа, вот, просто для иллюстрации как-то может быть. Вот, сделал здесь заголовок, бирку к нему и короткое описание. При этом я сделал дальше ссылку на следующий слайд, чтобы заказчик мог посмотреть следующий проект. Ведь это логично, да, нажимая следующий проект, переходишь к проекту 2. Если у тебя следующий проект заканчивается, ну, то есть, дальше проекта нет, тогда ты можешь заказчика сориентировать, перейти, посмотреть, ну, просто написать название нового слайда, например. Там мои навыки, ну, например. Вот, и, короче, заметьте следующее. Здесь есть четкая иерархия в тексте, да, то есть, вот у нас основной заголовок, вот это все, наборные технические надписи. Вот эти технические надписи чуть покрупнее, на самом деле их можно сделать тоже примерно, точнее, не примерно, а тем же самым размером, да, 14-м. Просто здесь жирный, вот, а здесь нет. И, кстати, разрядку убрать, наверное, я не заметил. Так, вот, смотрится гораздо лучше, только вот как-то не выровнено, да, нужно выровнять по центру, вот так вот, по центру, по вертикаль, все, готово. Короче, здесь то же самое, бирка, тот же самый размер описания, тот же самый размер, скролл, тот же самый размер, да, здесь у нас вводится следующий заголовок, это, типа, заголовок второго уровня или заголовок блока. Все, то есть, это очень прикольный навык научиться вот так вот выкидывать лишнее. Да, кстати, я выкинул вот эту вот еще фиговину, вот этот разделитель, просто растянув вот этот прямоугольник до конца блока. И все, и получилось, у нас мы остались в той же схеме, и незадача, когда мы прячем чувака за какой-то, не знаю, ширмой, она осталась решена. Собственно, вот, желаю вам порядка в верстке. Ом. Всем пока.